Какая черта вашего характера помогает и какая черта вашего характера мешает вам больше всего реализовать ваши призвания наставника? Что такое пост? Как он влияет на душу и на здоровье? Никакие деньги мира не сделают счастливым человека, если нет здоровья. Многие бизнесмены богаты, но из-за проблем со здоровьем они не могут даже покупать то, что хотят. Следующий вопрос. Давно замечена связь между достижениями тела и духа. Я вижу связь между занятиями спортом и предпринимательством. Как находить время для своего здоровья и как настроить себя на победу в бизнесе через спорт? Когда я прихожу с работы домой, свою голову я оставлю в офисе. То есть, вместо того, чтобы общаться с семьей и детьми, я продолжаю прокручивать в голове беседы с коллегами. Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что смотрите нашу рубрику «Вопросы до Влада». Ставьте лайк под нашим вопросом, под нашим рубрикам. Рекомендуйте наш канал своим знакомым друзьям. Поделитесь нашим ответом. Поделитесь нашим записом своим друзьям, кто нуждается в этих ответах. Принесите их жизнь в лучшее. Делитесь созидающим действием. Совершайте созидающие действия. Когда вы станете причиной улучшения жизни других людей, всегда жизнь вознаграждает вас. Хочу ответить на несколько вопросов. Пожалуйста, нажимайте кнопку, которую вы внизу видите, чтобы была видна вам почта, куда можно написать свои вопросы. А в комментариях просто пишите свои комментарии. Какая черта вашего характера помогает и какая черта вашего характера мешает вам больше всего реализовать ваше призвание наставника? Спасибо вам. Какая моя черта характера мне помогает? Мне помогает именно то, что я не реагирую на критику людей. Это помогло мне расти. Каждый раз, даже когда меня критиковали, я внимания обращал, я просто работал ради тех, кто нуждается. Все, продолжал работать. Это помогло мне двигаться вперед. И моя черта характера, которая мне хорошо помогает. Если кто-то мне делает конструктивнее критика, например, показывает мне эксперт, показывает какие-то мои минусы, какие-то мои недоработки. Или если моя команда, административная моя команда, показывает мне, говорит, что наставник вот не так, а вот так надо делать. Моя администрация, у меня очень умные люди работают, мои команды, разные мои бизнесы. И я это принимаю. Я умею принимать свои недостатки. Я умею принимать конструктивнее. То есть, мнение эксперта, критика, который делает лучший результат, который влияет на результат. Я принимаю. Это помогает мне стать лучше. А потом я умею учиться. Я никогда не игнорирую знания. Я принимаю знания из любого человека, хоть у ребенка. Даже если, не знаю, песню послушал в радио или с кем-то побеседовал. Я у любого человека учусь. Вот это помогает мне развиваться. Помогает мне стать умнее, сильнее и так далее. Я никогда себя не читаю лучше других. Это мне помогает. Я всегда знаю одну вещь. Лучше меня полно людей. Умнее меня, более успешнее. Очень много. Я никогда себя ни с кем не сравниваю. Я всего лишь постоянно постараюсь, постараюсь перезайти самого себя по сравнению с годом назад. Мне мешает. Иногда расплеяюсь. Я иногда беру на себя очень много. Я иногда беру на себя очень много, много дел и работаю сильно напряженно иногда. А потом обязательно, например, работаю 3-4 месяца очень активно, потом неделю просто высыпаюсь, отдыхаю и все. Или лечу в море или куда-нибудь. Но иногда вот это мне мешает распыляться. Распыляться. Или иногда я беру больше обязательства на себе. Это мне иногда нагрузка дает. Я это чувствую. Я беру больше обязательства. Я раньше очень много давал долг. Сейчас не даю. Потому что это тоже мне очень сильно мешало. Я иногда давал долг людям. Сам нуждался. Я понимал, что мне самому нужен. Но отдавал деньги другим. А потом пошел сам, под проценты берал и свои дела решал. Это же какая-то безумие. Свои деньги отдать кому-то. Потом пойти под проценты еще деньги брать, чтобы решать свои проблемы. Это следующий вопрос. На всех бизнес-тренингах говорят про деньги. Успех партнеров и отношения с ними, усилия и труд. Про долги и время, но ни разу не слышалось, чтобы говорили про здоровье. Причем не мимоходом о том, что без... Хотя без него никак. Основательно, предметно, с акцентом именно на возможности этого аспекта. Может потому, что ответ прост и понятен. Есть здоровье и все будет. А если нет здоровья, то нет ничего. Почему? Есть тренинги специально для здоровья. Есть тренинги. Почему их много? Я 7 лет говорил про здоровье. По системе Норбекова. Мы ездили по всем городам. Россия, Средний Азия, везде. Я рассказывал о здоровье. Многим людям говорил. А Вицей написал много о здоровье. Очень много людей, нищие, пишут, например, с методикой голодания и так далее. Есть программа, которую Малахов проводил. Как там его по здоровью и так далее. Очень много о здоровье говорят. Я хочу вам сказать, что оберегайте здоровье. Два вещи вам дано бесплатно. Здоровье и время. И это два вещи люди не сенят. Потому что за него не платили. А когда потеряют, они готовы платить любую сумму, чтобы вернуть. В своем школе, в своем школе я обязательно внедряю сейчас одно направление тренинга по здоровью. У нас есть клуб здоровья. Когда люди приходят ко мне в мастер-классах, которые я провожу в Иссекуле, особенно летом, мы обязательно проводим клуб здоровья. Почему? Потому что ваш мозг, он сидит на базе вашего тела. Послушайте внимательно. Ваш мозг, он сидит на базе вашего тела. Если ваше тело вяле, ваше тело сонливое, вы ничего не хотите делать. Вы не соображаете даже, книги почитаете, не понимаете. А если лекции слушаете, вообще не воспринимаете. Потому что вы вяле, вы уставшие, вы не выспавшие. Поэтому ваш мозг сидит на базе вашего тела. Ваш ум набирает энергию от вашего тела. Источник вашей умственной энергии начинается из вашего тела. Чем ваше тело бодрее, энергичнее, тем ваше ум будет скорость мышления лучше, сообразительность больше. Поэтому я провожу клуб здоровья. На своих мастер-классах, на своих мастер-классах я обязательно провожу клуб здоровья. И в своих центрах, которые я сейчас строю, обязательно внедряю здоровье. Здоровье и питание и так далее. Почему? Это необходимые вещи. Следующий вопрос. Уважаемый Саидмур Раджабович, вы каждый год поздравляете людей с началом мусульманского поста. Я не следую никакой религии, тем не менее вопросы владения собой и вопросы здоровья важны. Мне хотелось бы знать ваше мнение из первых рук. Что такое пост? Как он влияет на душу и на здоровье? Это классный вопрос, правда, ребята? Сейчас отвечу. Сколько раз вы поститесь в году и сколько раз голодаете? Чем пост отличается от простого голодания в вашем случае? Как вы сами выходите и выходите из поста? Как вы выходите и выходите из голодания? Какие изменения вы ощущаете в себе после того? И что в итоге дают вам эти практики по отдельности? Пост другой, голодание другой. Послушайте внимательно. Пост – это когда ты максимально отказываешься от всего. Например, когда я держу пост. Когда я был в долгах, я 9 месяцев держал пост. Потому что я понял, что в моем сознании формировалось мышление должника. И я понял, что я должен превоспитать свое сознание. Если вы прочитаете мою книгу «Долгие тайны» на глазах, вы это увидите, вы поймете. Голодание, оно помогает вам очистить организм. А пост оттачивает ваши внутренние алмазы. Внимание обратите. Голодание – вы отказываетесь от еду. Соответственно, ваш разум станет сильнее, владеет, помогает вам, владеет вас. И отказ от еда делит вам сильнее выборы. А вот когда вы держите пост, вы отказываетесь от все плохое. Ваш язык должен держать пост. Это значит, что вы не имеете права кого-то нагрубить, врат, говорит плохое, кого-то задевает, кого-то настроение испортит. Ваши уши держат пост. Вы отказываетесь от плохого слова. Кто-то что-то говорит, вы старайтесь не слышать. Вы старайтесь не слышать сплетни, недовольства от чего-то, жалоба от кого-то. Вы старайтесь уйти от этого. Ваши плохие мысли, негативные мысли, вы держите пост. Каждый раз, когда появляются они, вы просто себе говорите, что нет, я в посту, я держу пост. Вы заменяете их на позитивы. Один раз, два раз, пять раз, десять раз. Ваши глаза держат пост. Вы старайтесь не смотреть на то, что не надо. Чужое богатство, чужая женщина. То, что соблазняет вас, чужое имущество. У вас появляется внутренний какой-то зависть у кого-то. А вы старайтесь это заменить на умение радоваться за успех других людей. Пост, это во всем вы должны держать пост. Вы отказываетесь брать чужое. Вы отказываетесь от все плохое, понимаете? От все плохое. От все ненужное. Не только от еды. Еда – одна из внешних факторов, которой вы отказываете. Потому что еда тоже дает вам удовольствие. Другими словами, когда вы держите пост, вы духовно сильно оттачиваете свой духовный интеллект. Вы действительно реально растете. Вы приближаетесь к Всевышнему. Ваши мысли станут чище. Ваше сознание станет глубоко мысляще. Я видел много умных людей, но они слабы духом. Потому что они духовно не тренируются. Но они умные, они образованные. Но их жизни не успешны. Почему? Потому что им как раз не хватает духовности. Они при первом случае сдаются. Они психологически сломаются. При первой трудности они сломаются. При первом случае. Они образованные, они умные. Два-три диплома имеют. Но им не хватает духовности. Когда человек станет духовным, он более спокойный, более мягче. Он более мудрее. Он более зрелее. Он дальновиднее становится. Поэтому, дорогие мои, когда мы говорим о посте. Пост – это больше, чем голодание. Я держу пост в неделю два раза. Это духовная практика. Это не для голодания. По большей случаи. По большей случаи я воспитываю свой характер. Чтобы мой разум имел власть над моими соблазнами, над моими эмоциями, над моими страхами. Чтобы мой разум имел власть над моё тело. Чтобы моё тело было послушное. А голодание в год один раз. Иногда. Пять дней, иногда семь дней. Я только на кипяток сижу. Или иногда на десять дней. Но я медленно захожу. То есть два-три дня просто зелень, вот такое, овощи. Потом потихонечку только десять дней вода. Потом точно так же так выхожу из этого. Потому что я прочитал где-то, что было написано, что было написано так. Если вы десять дней. Это в практике было, авицене было написано. Если вы десять дней, просто кипяток пьёте. Это было, я не всю информацию вспомню. Но то, что я вспомнил, так. На третий день начинается очиститься один орган. Например, скажем, желудок. Я помню, что на шестой день печень, вокруг него вот этот жир, который накапливается, поджелудочный жир начинает таять постепенно и так далее. Потом вокруг сердца. Понимаете? Вокруг каждого органа все они начнут очищаться. Личное не должно быть у вас в организме. Оно не помогает. Оно мешает. Я часто вижу, следующий вопрос. Я часто вижу в ваших рекламных роликах, как вместе с вашими учениками вы выезжаете на природу, обучаетесь в палатках, отдыхаете и делаете физкультуру. Также я заметил, что вместе с учениками вы занимаетесь восточными практиками, медитациями и разные упражнения. Какие практики вы используете, какого уровня вы добились в них и насколько они действительно важны для человека, осознанно развивающего себя через предпринимательство. Человек, который занимается предпринимательством, он должен точно понять, что его успех зависит от уровня его жизненной энергии. Когда у вас нет жизненной энергии, даже если у вас будет время, вы это время просто проводите на пустую, потому что у вас не будет силы, чтобы что-то делать. Понимаете? В бизнесе очень много энергии надо, потому что вы работаете под давлением конкуренции, под давлением рынка, под давлением инфляции, под давлением политиков, под давлением, понимаете, утечка кадров, и, понимаете, в банковских кредитах и так далее, и так далее. Работаете под давлением долгов. У вас очень большой риск в бизнесе. И это требует у вас высокий энергии. Внутренняя энергия должна быть большая. Поэтому вот эти тренинги, которые я провожу на свой клуб здоровья, они очень сильно генерируют энергию внутри предпринимателя, чтобы у него трудоспособности выросли. Вот что они дают. Я убежден, что если у вас жизненной энергии не будет хватать, даже если у вас будут колоссальные суперидеи, но у вас сильно не хватает эти идеи продвигать, потому что у вас уверенности в себе не хватает. Уверенность в себе зависит от вашего уровня жизненной энергии. Уважаемый Саидмурат Рожжавович, я чувствую, что между любыми достижениями человека есть связь. Если человек успешен в одной области жизни, значит он может стать успешнее и в другой. Никакие деньги мира не сделают счастливым человека, если нет здоровья. Многие бизнесмены богаты, но из-за проблем со здоровьем они не могут даже покупать то, что хотят. Получается, что они всю жизнь работали и тренили здоровье, чтобы платить врачам, которые не смогут вернуть им здоровье в полной мере. Мой вопрос, как гармонично совместить успешный бизнес и здоровье? Вы очень сами ответили на свой вопрос, но я могу только сказать вам, только добавить к этому того, что надо к отдыху относиться точно так же, как важно, как и работа. Отдых тоже надо планировать, релаксацию тоже надо планировать. Это тоже часть, тот, кто не умеет отдыхать, не умеет работать. Вы понимаете, о чем идет речь? Тот, кто не отдыхает, он не умеет работать. Напрягайте свою руку, напрягайте. Два раза удваивайте, потом еще удваивайте, потом еще удваивайте. Через минуту эта рука уже ослабевает, теряет энергию. Она теряет энергию. Она уже слабее по сравнению с другой рукой. Другая рука более сильная, а эта рука потеряла энергию. А вы представьте на минуту, некоторые люди годами свою нервную систему держат напряжение. Они держатся, живут в депрессии. Понимаете? У них блоки, зажимы в теле. Они ходят с этими. Поэтому могу уверенно сказать, что бизнесмен, который не планирует отдых, он не умеет отдыхать. Значит, он не умеет зарабатывать. Это временно. У него будут успехи временные. Поэтому надо к отдыху относиться точно так же, и его планировать точно так же, как и работа. Потому что это очень важно. Теперь внимание обратите. Как вы отдыхаете, так и работаете. Возможно, когда я говорю «отдых», это не означает, что лежать на диване, смотреть на потолок. Отдых бывает разный. Отдых бывает активный. Например, пошел и, не знаю, сёрфингом занимался. Лиже пошел заниматься. Пошел, не знаю, в бассейн. Это тоже отдых. Я, когда хочу отдыхать, я какой-то фильм смотрю, исторический фильм. Это тоже отдых. Я песни пою. Вот я только что, отвечая на эти вопросы, я сегодня почитал, сейчас Рамазан. Я почитал тренинг с 6 утра, то есть с 10 утра до 4. А потом почти 5 бизнесных встреч провел. Сколько работало. И вечером провел еще тренинг до Ифтара. Понимаете, когда Рамазан, какая-то слабость бывает. После этого все. И вот уже больше сижу, отвечая на эти вопросы. На данный момент время, почти 12 час ночи, я отвечаю на эти вопросы. С удовольствием и полным энергией отвечаю на эти вопросы. А почему? Я закончил. И полчаса, пока мой сотрудник подготовил эту камеру, я от души пел песни. Это отдых. Вы понимаете? Вы должны найти в себе способы отдыхать. Отдых, это не означает, что лежать, смотреть на потолок. Любой вещь, которая является вашим хобби, она является вашим отдыхом. Заражает вас энергией. Игра с детьми. Я играю с другими детьми, я супер отдыхаю. Это очень сильно помогает. Смотрю фильмы, это помогает. Найдите в себе что-то такое, то, что является для вас источником отдыха. Игра гитара. И слышите какую-то нужную музыку. И так далее. Найдите свое хобби. Что-то то, что вам реально помогает отдыхать. Почувствовать вкус жизни. И в обязательном порядке балансируйте график. Это зависит от графика. Балансируйте. Вы представляете, как гармонично совместить успешный бизнес и здоровье. Гармонично делайте. Зависит от того, какова ваша цель. Если у вас цель, цель дойти далеко, вы всегда должны понимать, что вы должны стабильно двигаться. Не как зайц бегайте. Лучше, как черепаха. Черепаха. Стабильно, не торопясь, двигайтесь к успеху. Вы достигаете цели. Стабильно делая одно и то же, вы достигаете свои цели. Одна из моих основных проблем в том, что, когда я прихожу с работы домой, свою голову я оставлю в офисе. То есть, вместо того, чтобы общаться с семьей и детьми, я продолжаю прокручивать в голове беседы с коллегами. Думаю о проектах. Вместо того, чтобы погрузиться в общение с домашними. Если у вас такая проблема, как вы сами приключаетесь от работы к общению с семьей без остатка. То есть, получается, что вы принесете домой то, что у вас происходит на работе. Вы домой придете, вы думаете о работе. Иногда работа придете, думаете о семье и так далее. Я научился еще в школьные годы. Мой наставник меня обучал одну вещь. И он говорил так, что... Знаете, была такая тренировка, которую он меня заставил делать даже. Он заставил меня иногда проходить по маленький мост. Маленький мост. Одну доску бросает, горная речка. И тебя заставляет пройти по нему. И, понимаете, это выглядит как школа Шаулина. Меня заставили так делать. И, проходя просто по это несколько раз, я начал понимать, что когда прохожу эту доску, я ни о чем больше не думаю. Потому что, если о чем-то ты думаешь, ты упадешь. А там высокие скали, река глубокая, и ты боишься даже смотреть. Он заставлял меня. И каждый раз, пройдя этого, он однажды мне сказал, запомни с ног. Это один из важнейших уроков, который в жизни тебе поможет. Я в детстве был молодой, не понимал. Теперь осознаю это. Суд в чем, того, что сейчас рассказываю. Суд в чем? Суд в том, что, когда вы занимаетесь, например, делом, вы должны сто процентов заниматься делом. А когда вы, например, кушаете, вы должны сто процентов только кушать. Вы должны только об этом думать. Чтобы почувствовать вкус еды. Почувствовать, понимаете? Вот различить вкус среди овощей, помидоров вкус, огурцы вкус, мясо. Вы этот вкус должны чувствовать. И знаете, мой мозг к этому привык. Привык, но это долгая тренировка. Долгая тренировка. Когда вы с детьми, вы должны почувствовать их запах. Их маленькие лапы. Как они потрогают вас. Понимаете? Как они, знаете, а как они слуют вас. Это такое счастье, как вы обнимаетесь. Это такие счастливые глазки. Вы должны этим жить. Просто научитесь над собой работать в том, что я живу на данный момент с тем, то, что я делаю. Если вы с этим человеком разговариваете, думайте только о нем. Как я делаю? У меня море работы. У меня 23 бизнеса. Шесть из них проблем. Правда, что-то из них до сих пор висит. Закрытие и так далее. Но, думайте, у меня нет этой проблемы. Да у меня есть море причин, чтобы день и ночь думать о таких вещах. Но я научился одну важную вещь. Я каждый раз, когда на тренинги выхожу, я себе говорю, я здесь тренер. Поэтому я только думаю о своих слушателях. Когда я с каким-то подчинением сижу, я только о этом про это думаю. Но, когда я прихожу домой, я только думаю окунаюсь в проблемы своего ребенка. Как он ходил, с чем он занимался, о чем говорил тренером, как это было. Я в восторге восхищаюсь об этом. И каждый раз, когда кто-то из моих учеников придет, я только окунаюсь в его проблемы, в его проекте. Когда я кушаю, я просто наслаждаюсь этим. Понимаете? Вот это надо тренировать. Несколько раз делайте этого. Несколько раз делайте это. И не оставляйте в голове незавершенные мысли. Если у вас в голове много вот это все, почему они с вами идут туда-сюда? Потому что вы не принесете их на бумаге. Я что делаю? Я принесу их в бумаге и не думаю о них. Я просто потом открываю бумагу, по одной пункт решаю просто. И каждый раз, когда особенно я думаю о рождении моей идеи, приходит по утрам. Когда утром работаешь, у тебя появляется много идей в голове. Когда по утрам работаешь. Я рассказываю вам сейчас, как я это делаю, ребята. По утрам появляется много идей. Я делаю зикр, вспоминания Всевышнего, тренируюсь и думаю. Вот в этот момент приходит очень много идей. Я обязательно все в соц. Этому сотруднику так надо сказать. Этому партнеру так надо делать. Там надо внедрять это. Я просто их фиксирую на бумаге, чтобы в голове не держать. В голове держать нельзя. Научитесь в голове не держать эти вещи, принесите на бумагу. Вот что вам надо делать. И пережить каждую минуту, жить сейчас и здесь. В жизни одно время – это сейчас и здесь. В жизни одно время – это сейчас. В жизни одно место – это здесь. Другого нет. В одной из дискуссий с моим коллегой у нас возникла конфликтная ситуация. Мы старались разобрать вопрос, который будет иметь значение для нашего будущего сотрудничества. Я пытался ему объяснить свою точку зрения. Но коллеги не хотели слушать дальше и заявлял, что он и так знает, что я скажу. В итоге мне удалось уговорить его дослушать меня, и он полностью изменил свое мнение о ситуации. Через этот конфликт мы стали понимать друг друга лучше, и отношения через этот конфликт стали лучше. Проходя через эти точки боли, мы смогли получать ресурсы для дальнейшего роста. Не всегда, не у всех все завершается так удачно. Я думаю, нам в какой-то мере повезло. А ведь сколько людей теряют дружбу, партнеров, перспективные бизнесы и проекты, и даже семью, только потому, что они не пожелали выслушать друг друга до конца, ошибочно полагая, что они и так все знают. На что вы обращаете внимание, когда у вас происходят подобные ситуации? Как вы окружаете себя от этой неправильной установки? Я так и знаю, что ты хочешь сказать. Нам всегда так кажется. Я сам был много раз на этой ситуации. Я сам пережил эти ситуации. Знаете, когда вам кажется, что вы знаете, что говорит другой, в тот момент вы думаете, что ваши мысли правильны, потому что вы исходите из своего прошлого опыта. А чтобы изменить ситуацию, вам надо понимать, что люди другие, ваш прошлый опыт был с другим человеком, а этот человек другой. Даже если с этим человеком было, это было вечера, это было после вечера, это было месяц назад. А возможно, человек изменили свое мнение. Другим словом, я хочу сказать, что отталкивайтесь не из прошлого опыта, отталкивайтесь от того, что ваши мысли, которые сегодня были, это было от прошлого опыта. Отталкивайтесь от того, что в дальний момент этот человек хочет говорить вам, наберите терпение. Терпение. Наберите терпение выслушать человека, а не для того, чтобы отвечать ему, а выслушать человека, чтобы понять его. И когда вы это присходите, когда вы это переживете, вы знаете, вы еще приближаетесь друг к другу, вы друг к другу начнете помогать еще сильнее. Честно скажу вам, я люблю именно таких людей, я уважаю таких людей. В моем работе есть один партнер, который так ведет себя. Он постоянно критиковал меня. Это меня задевало иногда. Честно скажу, это сильно задевало меня. Но сейчас я так благодарен этому парену. Он так критиковал. Но я начал внимательно смотреть, и он, получается, что он самый капризный мой партнер. Я просто для себя делал вывод, если я его удовлетворяю, соответственно, я стану лучше. Я начал его удовлетворять, 30-40% прибыли вырос. Как вы думаете? Это же выгодно. Поэтому со всеми, с кем бы ни было, я постараюсь до конца выслушать. До конца выслушать, до тех пор, пока в сердце человека не появится чувство, что я его понял. А если вы хотите, чтобы вас понимали, тогда вам надо первую очередь стараться понять других. вы не можете не понимать других, заставить их понимать вас. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас понимали, старайтесь понимать других, выслушать их не для того, чтобы отвечать, а для того, чтобы понять. Понимаете? пройдя вот этого, пройдя вот этот опыт, через эту боль, вот то, что здесь написано, я тоже этот опыт пережил не один раз даже, много раз. Я работаю над собой, и это мне очень сильно помогло, очень сильно помогло. Я развиваюсь так. Поэтому, если это вам поможет, то, что я сейчас говорил, я буду очень рад. Пройдя через это разногласие, через эту боль, вы становитесь более ближе друг к другу, более откровеннее друг к другу. И самое главное, вы начинайте друг другу по-реальному помогать, стать сильнее. Это здорово. Дорогие друзья, ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте своим знакомым друзьям нашу рубрику. Посмотрите почту, которую видите внизу, и пишите свои вопросы, пишите конкретные вопросы, с радостью будем отвечать. Поделитесь нашим рубрикам другим людям, распространяйся среди своих друзей и знакомых, потому что что-то из этих ответов, кому-то из них поможет. Станьте причиной счастья и успеха других людей. До новых встреч. Дорогие друзья, ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте своим знакомым друзьям нашу рубрику. Посмотрите почту, которую видите внизу, и пишите свои вопросы, пишите конкретные вопросы, с радостью будем отвечать. Поделитесь нашим рубриком другим людям, распространяйтесь среди своих друзей и знакомых, потому что что-то из этих ответов, кому-то из них поможет. Станьте причиной счастья и успеха других людей. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok